Депутаты пятого созыва окружной думы в последний раз собрались вместе. Накануне прошло 58 заседание нынешнего состава. В повестке дня было более 20 вопросов. Депутатам предстояло внести изменения сразу в несколько региональных законов и заслушать два отчета о работе. Губернатор округа Наталья Комарова обратилась к депутатам думы Югры второй раз за год. И если в январе был зачитан отчет о своей работе, то на этот раз глава субъекта подвела некоторые итоги работы народных избранников. Наталья Комарова отметила, что за пять лет депутаты приняли сотни законов и сдали тысячи постановлений. А основной победой губернатор считает решение островом для региона жилищного вопроса. Мы стали одним из первых России регионов, который приблизился к ликвидации аварийного жилого фонда, признанным таковым до 2012 года досрочно. Вначале многие сомневались, можно ли вообще решить эту проблему в условиях нашего переполненного ветхим жильем региона. Мы доказали, можно. Вчера на встрече президента России с фракцией «Единая Россия» вопрос аварийного жилья был понят одним из первым. Класса государства поставила задачу не допускать увеличения количества жилья, которое попадает в разряд аварийного и ветхого. Основной вопрос повестки дня заседания Думы как раз касался социальной сферы. Законотворцы скорректировали бюджет округа на текущий год. Доходы и расходы увеличились почти на 9 миллиардов рублей. Подавляющая часть средств появилась благодаря налогу на прибыль. Один из вопросов повестки дня касался понижения порога собираемости взносов на капремонт. Сейчас он находится на уровне в 95%. И если денег в этой сумме собрать не удалось, значит и ремонт домов в населенном пункте проводится не в полной мере. Теперь порог снизился на 30 пунктов, до 65%. Также парламентарии снизили на 8% налог на прибыль для некоторых инвесторов и увеличили прожиточные минимумы пенсионеров и детей. Всего рассмотрели более 20 вопросов. Миллиард на дороге. Еще один миллиард направлен в виде субсидий в фонд жилища. Это для того, чтобы была возможность достроить все те дома, которые строит фонд жилища, там, где уже на сегодняшний день задействованы дольщики. То есть эти деньги позволяют в 2016 году и в начале 2017 года ввести в эксплуатацию все дома и обманутых дольщиков в Югре у нас не будет.